Хозяйственные ярмарки. Товаропроизводителям из Приморья предоставили новое торговое оборудование. Яркие, красочные, брендированные шатры с тигром и надписью «Сделано в Приморье» украсили торговые площадки города. Они издалека привлекают внимание артемовских покупателей. Здесь можно приобрести овощи, фрукты, мед, соленья, свежее мясо и колбасные изделия, рыбную и молочную продукцию. У нас здесь палатки такие красивые. Прямо они издалека видишь. Красиво. Да, да, я не знаю, что такое сделать. Я здесь недалеко живу. Здесь покупают? Да, в основном здесь. А почему сюда ходите именно? А не в магазин? Ну, магазин здесь бывает подешевле. Нам, пенсионерам. Инициатором такой меры поддержки предпринимателей выступает правительство Приморского края совместно с центром «Мой бизнес». Основная идея – создать единообразные площадки во всех основных муниципалитетах, должным образом цивилизованно оборудованные под сезонную торговлю сельхозпродукции, произведенной исключительно в Приморском крае. То есть создать места торговли, бесплатные для производителей Приморского края, под реализацию своей продукции. Программа полностью безвозмездная. То есть правительство Приморского края берет на себя все расходы. По организации места, по выставлению палаток и по предоставлению, собственно, самих палаток. Безвозмездно. Реализуется программа в целом в рамках большого проекта «Сделано в Приморье», под брендом «Сделано в Приморье», ну и также при поддержке, конечно, торгово-промышленной палаты. Но, естественно, мы все работаем в рамках нацпроекта по поддержке и развитию предпринимательства в Российской Федерации. Своим мнением о новых торговых палатках с нашей съемочной группой поделились и сами продавцы. Если вы торгуете товары нашей продукцией приморской, которая выросла на нашей земле, вы имеете право получить вот такие вот красивую рекламу и палатку. Такая мера поддержки кажется полезной? Да, не только полезной, но еще и практичной, удобной, потому что нам это необходимо. У нас местные овощи, это все приморское. Огурцы, помидоры, баклажан. Так что покупайте. Выбили, мы поставили. Ну, просто стало красиво, конечно, лучше не скажешь. Покупатели отмечают вот эти изменения? Изменения, да, говорят, что стало лучше. Потому что раньше было разнообразие, и красные, и синие, и всякие разные палатки, а вот сейчас именно одинаковые. А вы какую роду продукцию представляете? У нас в основном приморский. Владивосток делает производитель Илья Артем. Мясо-Надежинский район. Все местное? Да, у нас все местное. Ранет, Спасский, картошка у нас, мельчей, лук черниговский. Ну, как бы все местное приморское. Дают развиваться сельскому хозяйству в Приморье. А у вас хозяйство большое? Ну, приличное. В этом году на край выделили 200 торговых павильонов. Во Владивостоке разместят 80 из них. И по 40 штук в Уссурийске, Находке и Артеме. На муниципалитеты возложена задача по организации ежедневных продуктовых ярмарок и оснащению их этим оборудованием. Центр поддержки предпринимательства, они на безвозмездной основе предоставили городам эти брендированные палатки. И, соответственно, мы город передал организаторам ярмарки тоже на безвозмездной. И организаторы ярмарки, участникам ярмарки предоставляют эти шатры тоже на безвозмездной основе. Это, конечно, поддержка нашим предпринимателям. Мы вот эти 40 палаток, которые нам были даны на муниципальное образование город Артем, мы распределили их, соответственно, 16 на Артлюксе. Это наша ярмарка, значит, 16 на Артемовском городском рынке. И третья ярмарка у нас ИП «Стоколас». Это ярмарка, которая тоже в этом году только у нас организована, которая располагается за Артемовским автовокзалом. Наши жители, покупатели нашего города Артема, по крайней мере, для них это тоже достаточно яркий ориентир, что вот здесь ярмарка находится, и что на этой ярмарке продукция, которая сделана у нас в Приморском крае.